Примерно на 300 рублей больше придется платить семье из трех человек за однокомнатную квартиру с 1 июля следующего года, если депутаты одобрят повышение тарифов не на 4%, как по всему региону, а на 7,2%. Чиновники считают, что повышенный тариф необходим для заключения консессионного соглашения по Горводоканалу и реализации инвестиционной программы обеспечения РФИАСФНЕФ. По словам главного инженера, некоторые участки отопительной системы настолько износили, что требует скорейшего ремонта и модернизации, а для этого нужны деньги. Инвестиционную программу уже согласовали в правительстве Нижегородской области. На сегодняшний момент мы имеем одно неустраненное замечание. Это замечание касается как раз согласования инвекса просто платы граждан, который мы сегодня обсуждаем. Все остальные замечания, в общем, нами были сняты, я стал с собой решением. И тогда мы будем в следующем году давать старт этой программе. Больше всего у депутатов было вопросов к пункту, касающемуся консистенционного соглашения. По этой программе еще никто не заявлялся, а тариф на воду на следующий год уже хотят поднять. То есть мы сегодня говорим о том, что мы устанавливаем предельный рост. Вот мы для себя решили здесь органы местного управления, что больше не дадим. Но не факт, что он будет ровно такой, он может быть меньше, он больше не будет, как тариф, чем та модель, которая сегодня заложена в консистенционном соглашении. Если же консистенционное соглашение не будет заключено, то инвестиционная программа теплосетевой компании тоже не будет реализована. То есть пока не будет четкого понимания, будет или не будет это соглашение заключено, тариф, естественно, не будет установлен в таком объеме, как он сегодня здесь в вашей столе. И будет он установлен региональным службам тарифом, у нас есть 4% роста этого тарифа. То есть сегодня это возможность, которая, может быть, будет реализована. Мнения разделились, и депутаты не пришли к единому знаменателю. Было принято решение не выносить этот вопрос на заседание Городской думы, а еще раз подробно рассмотреть на профильном комитете. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.